Всех приветствую, друзья, со Стамбула. Меня зовут Юля, это моя сестра Вика. Она приехала к нам в Турцию, в Стамбул, с Мариуполя. И мы сегодня хотели вместе записать видео о том, как Турция помогает украинским беженцам, как оформлять документы. Вика уже оформила документы. Да, получили. И снимаем мы сейчас в гостинице «Хилтон». Это тоже, так сказать, такая программа. В общем, на 5 дней каждый украинец, беженец может поселиться в одном из отелей «Хилтон», если есть места. Да. Ну, я для ребят бронировала заранее. Сейчас мы будем, в общем, выпытывать Викторию о том, как она получала документы. У тебя международная защита. Да, расскажу. Так, Вика нам расскажет, какие документы она получала, как это вообще происходило, какие документы необходимы для оформления. И вообще, какой процесс, почему они выбрали именно международную защиту. У нас было, значит, три предложения. Это получить туристическую визу, гуманитарную или международную защиту. Туристическая виза предполагает оплату 200 долларов, и нужно было очень долго ждать, то есть около месяца или больше. Гуманитарная защита, гуманитарная виза, точнее, нам сказали, что нужно... Оформляют только тем, у кого просроченный паспорт, то есть кто въехал на территорию Турции с законченным сроком действия паспорта. Ага, или по украинскому паспорту, да? Да, 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 поэтому этот вариант нам не подходил. Вот, и мы оформили международную защиту, потому что она была, а, бесплатная, быстро оформляемая, то есть нам сделали за два часа, потому что она дает преимущество обращаться в государственные поликлиники бесплатно. Ну, в принципе, и через полгода можно как-то куда-то, где-то попробовать устроиться, работать. Ага, еще там образование можно, курсы вот эти все, которые... А, бесплатные курсы, да. Курсы турецкого и других языков там по специальности. Вот это классная опция тоже, да. И, в принципе, все. Ага, там еще, я помню, такой пункт был о том, что можно обращаться по поводу какой-то гуманитарной помощи, и жилья как бы в местное, боже, как сказать, это... Ну, в билете, в местное самоуправление, да, по районам города. Но мы не пробовали, поэтому ничего по этому поводу не скажем, но такая как бы опция есть. Ну, да. Так, что еще по этому поводу? А, какие документы нужны были? У нас требовали паспорт загран, по которому мы въезжали, и прописку. А копии делали какие-то? Копию сделали, копию паспорта первой страницы, по-моему, и место въезда. Ну, там, видишь, там стоял. Ага. И все. И, в принципе, это и все. И за район, мы еще две фотографии, да, там... А, и фотографии, да. На белом фоне делали. А как происходил процесс вообще, оформление? Мы приехали в учреждение, там есть русскоязычный переводчик, очереди не было, это заняло где-то около двух часов. То есть там есть женщина, которая помогает, снимают отпечатки пальцев, фотографируют в разных направлениях. И, в принципе, все. Мы пишем заявление, человек написать должен. И, по сути, все. А заявление там нужно, как я видела, что, типа, описывают ситуацию, я там такая-то выехала, так-то? Нет, нет, у нас, я, получается, написала просто одно предложение, что я выехала из Украины в связи с боевыми действиями и прошу Турцию дать мне политическую защиту. И все, вот это вот единственное. То есть, там, переводчик есть, очередей нету, каких-то дополнительных оплат за документы нету? Нет ничего, все бесплатно. Ага, а какие есть ограничения по поводу передвижения, да, там, и отмечаться? Да, нужно раз в месяц отмечаться и прям являться, то есть, приходить в эту контору, отмечаться, ставить подпись. Нельзя, ну, как бы, да, выезжать из страны, то есть, выезжать, как бы, можно, но тогда, получается, этот вид визы, он аннулируется и повторно не выдается. И, чтобы выехать за пределы Стамбула, нужно брать разрешение. До 15 дней можно находиться в каком-то другом городе. Ага, сейчас я добавлю, я уже потом звонила, когда ребята получили, что, чтобы выехать, можно онлайн подать заявку и написать причину, по которой вы хотите выехать, и онлайн получить ответ, его распечатать и с ним ехать в город. И также по поводу выезда, если из страны, если, допустим, вы решите всё-таки выезжать, нужно аннулировать эту международную защиту и оформить новый документ, получается, чтобы не было каких-то там запрета, в общем, вот. Но это то, что нам сказали, как бы, на горячей линии, вот. Угу, угу. То есть, выходит так, что если мы выезжаем за границу или по какой-то причине отказываемся от данного вида визы, это международная защита, то у нас остаётся единственный, как бы, шанс, это выбор получать туристическую за 200 долларов. И какую помощь ещё он может оказывать? Ну, как бы, официально Турция, как бы, беженцев, да, не принимает и какого-то бесплатного жилья не предоставляет, ну, по мере возможности. Ну, если мы что-то узнаем... А, в этом же в центре допомоги украинцам. А, что мы получили гуманитарную помощь, да? Это центр допомоги украинцам. Да, да, то есть, до оформления вот этой визы, просто с украинским паспортом, да, вы получали вот эту еду, то есть, коробку большую с едой, да? Ну, да. Это в центре, в центре помощи украинцам. То есть, это не от турецкого государства, это именно от украинцев, которые собирают гуманитарную помощь, как бы, можно там получить, как бы, то, что есть в наличии, какую-то информацию. Ну, все ссылки, всю какую-то полезную информацию я оставлю под видео, да. Вот. Какие планы в Стамбуле? Планы в Стамбуле снимать жильё, найти жильё и продолжать быть здесь, путешествовать, ездить, разведывать город. Расскажи немножко о своей специальности, может, кому-то... Я психолог, работаю с неврозами, то есть, у меня работа, она всегда со мной, где бы я ни жила, где бы ни находилась, поэтому тоже можно дать ссылку, там, например, на мой канал, да? Да, и если кому-то интересно работать с тревогами, фобиями, депрессиями, страхами, можно перейти на ссылку и почитать. Ну, да, Вика сразу берётся, то есть, она переехала и сразу, сразу так в бой за работу, она уже скоро начинает консультации, да, принимать. Да, да, я скоро буду работать и работаю сейчас также бесплатно с людьми, которые находились в горячих точках, всё это написано в моём инстаграме, если перейти по ссылке, это и Мариуполь, Буча, Ирпень, Харьков и так далее. Сначала мне скинула знакомая информация о том, что Хилтон по всему миру предоставляет украинцам жильё на пять дней, и буквально на следующий день Юля мне тоже скинула эту же ссылку, и когда мы уже точно решили, что мы летим в Стамбул и будем здесь как-то пытаться жить, продолжать, да, то Юля нас сразу зарегистрировала. Спасибо большое, Викушка! Вот, я думаю, что у Вики здесь всё получится, и она, в общем, будет счастлива в этом городе, да, Викусика? Спасибо тебе большое! Спасибо тебе! Ребят, ну как, нравится? Супер! Да, мы всё ещё не добрались до интервью, до интервью! Здесь райончик такой очень красивый, набережная длинная-длинная, вот.